Обыкновенный тюлень представитель семейства настоящих тюленей. Заселяют прибрежные воды Атлантического и Тихого океанов, а также Балтийского и Северного морей. Обыкновенные тюлени бывают коричневого, рыжеватого или серого цвета и имеют характерные V-образные ноздри. Взрослые особи достигают 1,85 м в длину и 135 кг массы тела. Два подвида находятся в Красной книге. Это европейский подвид и тюлень Стейнеггера или островной тюлей. Интересно, что у каждого тюлени имеется свой собственный индивидуальный рисунок на теле, а их расцветка может значительно отличаться. Чаще всего в окрасе присутствуют коричневые, рыжие и серые тона, а по всему телу разбросаны небольшие черные и коричневые пятна, форма которых напоминает продолговатые мазки. У обыкновенного тюленя яйцеобразная голова с короткой мордой и большие выразительные глаза темно-коричневого цвета. У обыкновенных тюленей крепкие челюсти с сильными зубами и большими клыками, с помощью которых они охотятся на мелких осьминогов, крабов, креветок и рыбу. Кормятся эти ластоногие обычно на глубине 10-150 метров, хотя могут нырять на глубину до 4-5 метров. Эти тюлени добывают около 30 видов морских рыб. Камбалу балтийскую сельдь, треску угря-песчанку и европейскую корюшку. Независимо от ареала тюлень съедает в день от 5 до 8,5 килограмма рыбы в день. Численность балтийской популяции в последние десятилетия сократилась, резко достигнув опасных и низких показателей. В акватории России тюлени принадлежат категории, находящиеся под угрозой вымирания или почти исчезнувших. В 1976 году в Балтийском море насчитывали 850 особей. На сегодняшний день данные о балтийской популяции отсутствуют. Подвид перестал встречаться на многих российских акваториях. Резкое снижение балтийской популяции европейского подвида связано с активной хозяйственной деятельностью человека. По всему побережью Балтийского моря происходит производственный сброс нефти, кадмия и ртути, в акватории обитания вида. Молодые тюлени часто погибают по причине заражения стрептококковой инфекцией. На территории России подвид занесен в Красную книгу. Охранный статус животных различается как на уровне подвидов, так и на уровне популяции. Балтийская популяция европейского подвида получила первый статус защиты. Численность тюлени находится в красной зоне, вскоре он может навсегда исчезнуть с территории. Для сохранения популяции видов и подвидов необходимо проводить специальные международные мероприятия и конференции, освещающие серьезные проблемы и критическое состояние акватории. Рекомендуется на законодательном уровне приостановить и запретить сброс нефтепродуктов и биогенных соединений в прибалтийскую акваторию в целях охраны оставшихся животных. Между странами следует подписать соглашение об охране тюленей. На территории Краснодарской и Мурманской области создать морской заповедник с высоким уровнем охранных мероприятий и конкретных мер по выявлению угроз, а также поддержание акватории на надлежащем уровне.